Привет, с вами Каска. В этом эпохальном ролике я тебе покажу финальную оптимизацию Windows 10. Мы полностью оптимизируем твой шиндос буквально в 2 клика и за 5 минут. Тут собрано всё самое необходимое и даже чутка больше для максимально правильной настройки. Долго задерживать не буду, 30 секунд расскажу об одной онлайн игрушке и полетели. Ты знаешь что такое калибр? Не-не-не, не то что у тебя в штанах, а в разы большее. Калибр это бесплатный онлайн шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как в ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, Рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке описания. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что мы делаем, качаем архив по ссылке описания. Сразу отправляю благодарочку AdamX за его труд и его архивчик. Здесь у нас собрано 8 папок. Еще есть нумерация, то есть первое это старт, далее второе файл реестра, третье настройки винды и так далее. Все сделано максимально удобно, делается буквально в два клика. Поэтому я и назвал, что это уже финальная оптимизация, то что здесь собрано все. И немаловажно, что с этим справится абсолютно каждый. Новичок, про. Начнем с первой папки, это старт. Здесь у нас тоже нумерация, первое, второе, третье и так далее. Начнем с первого. Create restore point. То есть это создание точки восстановления. Мы нажимаем два раза LKM и у нас сразу открывается точка восстановления. То есть не нужно вбивать в поиски, искать через параметры, а просто два клика, нажимаем создать. Делаем бэкап системы на всякий случай, потому что может произойти все, что хочешь. Кому-то это поможет, кому-то может сделать наоборот все хуже. Все делается на свой страх и риск. Поэтому мы и делаем точку восстановления, для того, чтобы откатиться. Допустим, пишем, я не знаю, ну один, я назову один. Создать. Точка у нас успешно создана. Как восстановить, я думаю, каждый разберется. Но вдруг чего, после нажимаешь восстановить, дальше выбираешь другую точку восстановления, далее. И вот наша единичка. Нажимаем далее, далее и восстанавливаем нашу систему. Второе. Удаление родных приложений Windows. Делаем два клика, открывается приложение и возможности. И здесь мы можем удалять все, что нам не нужно. Я это уже давно еще сделал, когда Windows ставил. Но если ты только поставил Windows, у тебя тут будет разный хлам. Это Яндекс, музыка, сразу по дефолту будет стоять, по типу техподдержки и так далее. Его, конечно же, удаляешь. Можешь не переживать, то, что нельзя удалить, оно не удаляется. Ты просто наводишь, нажимаешь, если можно удалить, удаляешь. Но не все, конечно. Понятное дело, допустим, что средства Microsoft Edge, ну, можешь оставлять. Более подробно, если тебе будет интересно, какие приложения нужно удалять, что можно отключить, что наоборот включить и так далее. У меня есть ролик по настройке винды, типа, что делать после ее установки. Ссылочка будет в правом верхнем углу и, конечно же, в описании. Ну, там же будет ссылочка и на ролик по установке самой винды. Мало ли кто-то не знает, вдруг чего. Третье. Startup Apps. То есть, это приложение, которое запускается в автозагрузке. Отключаем все то, чем мы не пользуемся. Допустим, Steam можно оставить. Вот у меня есть Opera, я ее отключаю. Xbox, связь с телефоном тоже можешь отключать. Софт для мышки, допустим, моей, да, SteelSeries GG, можно тоже, по сути, отключить. Потому что влияние на производительность у нас высокое. Четвертое. Auto Runs. Нажимаем два раза LKM. Нажимаем Agri. Здесь же ты можешь тоже подключать все те приложения, которые тебе, в принципе, не нужны. Либо которые ты не используешь. Допустим, EGS я пользуюсь крайне редко. Галочку можно убирать спокойно. Steam оставляем. RGB-шку я себе оставлю. С видюхой все, конечно же, мы обязательно оставляем. Rack Organizer. По сути, он у меня включается, я знаю, автоматически. Да, я его каждый раз закрываю. Тоже можно его отключить, конечно же. Все, подтвердили и галочку убрали. Приложения, которые ты сам лично устанавливал, их можешь отключать. То, что ты не знаешь, там, да, GG, WSCA и так далее, лучше оставь. Disable UAC. Файлов реестра у нас будет еще много. Поэтому, если вдруг тебе интересно, что именно он изменяет в твоей системе, нажимаем PGM, изменить. Как я уже рассказывал в своих предыдущих роликах, мы просто вбиваем вот этот путь в гугле и читаем, что именно он делает. Либо же само название команды. Мы ее вбиваем, читаем. Все, если все норм, делаем активацию. Нажимаем PGM, слияние. Да, да, окей. Теперь нам говорят, нужно перезагрузить нашу систему. Сразу нажимаем PGM и перезагрузка. Как твой ПК включится, возвращаешься к этому ролику. Шестое. Отключение обновлений Windows. Сделано очень удобно. Почему? Потому что обычно нужно нажимать поиск, писать службы, опускаться в самый низ, центр обновления Windows, все это отключать туда-сюда и так далее. Здесь мы просто нажимаем PGM, запуск вот имени администратора, ждем пару секунд и нажимаем любую клавишу. Папка номер 2. Реестр и твики. Latency, BCD, Twix. Нажимаем PGM, изменить. Тут у нас отключается это High Precision Event Timer, то есть это высокоточный таймер событий. Где он находится, сейчас покажу. PGM на пуск. Диспетчер, где устройств. Вот у меня он есть, он уже отключен. Далее Synthetic Timer и Dynamic Tick. Мы нажимаем тоже PGM и открыть. Ждем некоторое время, у нас все лишнее отключается и нажимаем любую клавишу. Далее, реестр, твики, PGM, изменить. Тут у нас уже много чего меняется. Во-первых, это GPU Priority, то что я часто рекомендую. У меня есть тоже файлы реестра, которые делают приоритет на видеокарту, на процек и так далее. Плюс у нас отключается Game DVR. Ну, то же самое, что в принципе я вам показывал, но все в одном твике, что очень удобно. Нажимаем PGM, слияние. Да, да, окей. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза LKM, либо через Enter. То есть запускаешь, как обычное приложение. Третья папка Windows Setting Reestar. Здесь у нас находится один файлик с измененным реестром. Но, насколько я помню, здесь много всего интересного находится. Да, все верно. А отключается куча всего. Рассказывать. Можно было бы, конечно, все это почитать, загуглить, посмотреть и рассказать. Но это займет очень много времени. Я пытаюсь как-то в тайминг вложиться. То же самое, отключается Game DVR, еще один DVR, акселерация GPU. Работает на Windows 10 2004, плюс Nvidia 1000 серия, либо AMDшка 5000 серия. Отключается Refresh Rate, диагностика и куча всего интересного. Мне этот файлик понравился, потому что здесь, правда, много всего такого вот. То, что пригодится. Нажимаем PGM, слияние. Да, да и окей. Четвертое. Панель управления. Открываем Change Sound Settings на вкладке воспроизведения. Здесь у нас могут быть как динамики, так и наушники. Если ты играешь только через наушники, мы нажимаем два раза LKM. Переходим на дополнительно. Здесь ставим самый минимальный звук, то есть 16 бит и не 44 тысячи, а 48 тысяч герц. По желанию можешь отключить монопольный режим и все, что связано с обработкой звука. Я сейчас прикреплю скрин тебе сюда. Все это отключаю, потому что обработка может влиять на FPS. Как, в принципе, и 24 бит и высокая герцовка. Поэтому все, что есть с обработкой, отключаем. И нажимаем применить, окей. Маус, акселерация. По дефолту у тебя будет галочка здесь включена, то есть включает повышенную точность. Мы ее убираем. Первые 3-4 дня тебе будет максимально неудобно пользоваться своей мышкой. Потому что, я не знаю, как это объяснить, но в будущем, когда ты привыкнешь к этому, ты поймешь, что в шутерах, на рабочем столе, время работы, это просто имбаланс. То, что это повышенная точность, она как-то руинит. То ли микрозадержка идет, то ли input lag, то ли еще что-то. Но я не знаю. Мне, короче, это не нравится. Поэтому отключаем, ставим на серединку и нажимаем окей. Здесь же, чтобы у тебя мышка работала более-менее норм, для того, чтобы ты сознание не потерял, у нас есть файл реестра. Только для Windows 10. Нажимаем pkm, слияние, да, да и окей. Сейчас твоя мышка должна заработать так, как надо. Ну, более-менее получше будет управляемость. Это она исправляет акселерацию. Ролик по настройке этой штучки у меня тоже уже был на канале. Performance Options. Если у тебя процессор очень слабый, у тебя HDD и так далее, тогда ставишь сюда галочку и больше здесь ничего не включаешь. Если у тебя более-менее компик, то ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов. Ну, а дальше уже по своему усмотрению. Допустим, можно там, ну, тени я не сильно вижу смысла отображать. Можешь оставить анимацию ту же самую, да. Какие-то эффекты можешь пооставлять и отображать выделение, да. Нажимаешь применить и окей. Пятая папка. Power Plan. AdamX сделал свою схему питания. Как он говорит, работал над ней очень долго и собрал все самое необходимое. По желанию можешь включить. То есть, нажимаем два раза LKM. Запускается командная строка. Нажимаешь любую клавишу. И мы переходим в Stock Power Plan. Открываем ярлык Power Plan. И здесь у нас появится схема питания AdamX. По желанию можешь включить ей попользоваться. Поиграть, посмотреть. Если все норм, так и оставляешь. Если что-то не понравится, ты просто, допустим, нажимаешь настройка схемы электропитания и удалить схему. Окей. Все. Папка 6. GPU Settings. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем папку AMD Settings. Здесь у нас есть три картинки с настройками. Драйверы для твоей видеокарты. То есть, какие функции включить и какие функции отключить. Здесь все расписано подробно. Как, шо и зачем. Если у тебя Intel, открываем Intel. То же самое. Ставим, как на скриншотах. Ну и Nvidia, конечно же. Для Nvidia у нас есть файл реестра. Нажимаем Pkm, изменить. Гуглим, что он делает. И, конечно же, делаем слияние. Да, да, окей. Папка номер 7. CleanUp. Сделано очень удобно. Мне лично это, наверное, понравилось самое большее. Абсолютно в два клика очищается. Log файлсы, кэши, апдейт кэш. Как обычно, нажимаешь два раза LKM. Запускается командная строка, и у нас очищаются все наши кэши, хереши и так далее. Очень классно сделано. Мне это понравилось. За это лайкосик. Четвертое. Это диск CleanUp. Два раза LKM. Выбираем диск C. Окей. Ну, то есть это обычная очистка. Тоже от хлама. Выбираем все, что здесь у нас есть. Либо все, что нам не нужно. И очистить системные файлы. Погоди, ну что, уже сделал свечу? А, вот. Пошла. Так, ну что-то я не понял. Очистилась, не очистилась. Я не знаю. Еще раз нажму. Да, удаляем файлы. Так, да. Это мы, по идее, очистили. Все. Все верно. Кстати, по желанию можешь, допустим, некоторые папки по типу. Ну, старт, я думаю, не обязательно. Реестры тоже. Это тоже. Ну, типа, это один раз активируется, и все. И можешь забыть. Можно по желанию оставить. Да. Вот, седьмую папочку можешь просто скопировать. Рабочий стол перекинуть. И где-то раз там в неделю, может быть раз в месяц чистить свой диск и очищать весь этот хлам. Особенно, если ты периодически делаешь обновление своей винды, то это прям must have. И у нас осталась последняя папка, это Unwanted Service. Здесь у нас есть две папки, и получается 6 файлов реестра. И, конечно же, Power Run. Нажимаем Pkm на Power Run. Далее, свойства. Если здесь у тебя что-то будет написано по типу заблокированное или еще отчета, то убираешь галочку. Тебе нужно дать ему доступ. И нажимаешь ОК. Зажимаем Lkm и переносим на Power Run. Далее, да, да и ОК. И делаем все то же самое с остальными нашими файлами реестра. Bluetooth Service по желанию. Если ты не используешь геймпады, то лучше это пропускай. Дальше, Download Maps Manager. Ну, это можно, в принципе, отключить, я считаю. Далее, Print Service. Тоже можно убрать. И Xbox Service тоже можно убрать. Делается все проще простого. Если вдруг тебе нужно будет вернуть, там, ты случайно отключил Bluetooth, но тебе нужно будет это вернуть как-то. Открываем первую папку, это Revert Folder. Здесь у нас бэкапы находятся в файлов реестра. То есть, включает назад Bluetooth Service, Download Maps Extra, там, что-то, сервисы, Принтер, Windows Defender и Xbox Service. Опционально, Disable, Anti, Mail, Wear, Service, Executable. Простите за мой французский. Это отключает у нас какие-то там защитники, Defender. То, что я, в принципе, не рекомендую делать. Да, некоторые говорят, что FPS он кушает. Не знаю, в каком количестве, но я не думаю, что прям так много. Как-то так. Лично для меня эпоха Windows 10 уже закончена. С этого дня перехожу на Windows 11 и буду ее уже тестировать. Как что работает, зачем это все работает и так далее. Посмотрим, что будет с 11 виндой. Может, по еще что-то интересное с оптимизацией. Какие-то тесты проведу в плане игр на 10 и 11 винде. Короче, контента тоже много. Но с 10, я считаю, уже пора слазить. Ну, для меня лично. Если ты обычный пользователь, то, конечно, лучше оставаться на 10. И смысла особого переходить сейчас на 11 винду нет. Но, так как я энтузиаст, мне очень нравится тестировать все новое. Хотя 11 винда уже, в принципе, не новое считается. Но для меня новое даже то, что было 3 года назад. 10 еще, я считаю, до сих пор новое. Но пора уже с нее слазить. А этот я сделал ролик для того, чтобы, мало ли, через недельку, через месяц, я захочу вернуться назад на 10. И чтобы уже была папочка, в которой все необходимое для оптимизации Windows 10 есть. Поэтому, встретимся с вами уже на 11 винде. А, кстати, да. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Это в том случае, если ролик тебе показался полезным. Я старался все объяснить максимально подробно, красиво. Как говорится, до скорых встреч.